Конечно, ребята немножко подавленные после этих проигрышей. Надеемся, еще две игры есть, ребята соберутся на эти игры. Мы их настраиваем. Еще есть шансы зацепиться за места, то, что дают, и участвовать в Еврокубках. Но будем надеяться, что удачно закончим этот сезон. Какое состояние здоровья у внимания Печиновича, получившего травму? И вообще, как локомотив собирается уходить из ситуации с Центром обороны? Ну, пока над этим думаем. Надеемся, еще два дня есть, что Печинович может еще выздороветь. То, что мы очень надеемся. Пока думаем. Думаем, кого ставить, потому что действительно есть проблема в Центральной линии обороны. Ну, постараемся выйти в достойную ситуацию. На домашнем матче в предыдущем многим как раз запомнилось то, что линия обороны, в частности Виталий и Денис, полностью съели Халка. Вот сейчас разбираете игру в Бразилице отдельно? Да, конечно. Мы просматривали игры. Завтра будет теоретическое занятие. Там подскажем, как будем играть, как надо действовать в обороне, чтобы мало у атакующих игроков было шансов забить. Ну, посмотрим, как получится. Рифат Жамаледдинов остался недоволен своим дебютом, так как команда проиграла. Как тренерский штаб оценивает его дебют? И есть ли понимание, кто сыграет в Питере на позиции Лиала? Я думаю, еще есть два дня. Мы думаем. Ну, большая вероятность, что так же Рифат будет играть. И то, что по этой игре, то, что он вышел в основном в составе. Я думаю, все-таки это была первая игра, он очень сильно переживал. Я думаю, он для первого раза сыграл нормально. Ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы он еще лучше выступал. Он же, знаем его, что он может лучше играть. Ну, здесь уже, наверное, психологический момент был. Ему тяжело было. Ну, он старался. Где-то получалось, где-то нет, но я думаю, он сыграл для первого раза достойно. Ну, в Санкт-Петербурге Локомотив будет играть на победу? Ну, конечно. Нам очень хочется выиграть, чтобы поправить турнирную ситуацию. То, что у нас сейчас немножко сами из-за своих ошибок испортили. Ну, очень надеемся, что выиграем. Редактор субтитров А.Семкин